Здравствуйте, господа! Наш урок сегодня, 15-й урок, Тфилада Ашахар, 4-я глава Трактата «Брахот» в нашей серии «Учим Талмуд». Урок проходит в память Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на листе 28-м, а страница первая. И эту первую страницу мы хотим сегодня несколько закончить, сколько приблизиться к ее завершению. Мы не будем переходить на другую страницу, остаемся на этой, а следующий урок перевернем этот лист, 28-й. Мы с вами проходили несколько уроков, большую агоду, о том, что произошло в Доме учения, которым управлял, вообще всем еврейским народом управлял в то время Рабан Гамлиэль. И как на его место позвали, пригласили, назначили Раби Лазара Бен Азария. А в конце наступил мир в еврейском доме, так всегда происходит, и стало у нас два руководителя. По крайней мере, поделили они все свои дни преподавания в Бет Медраж, в Доме учения. Три к одному. Три недели давал Дарашу Рабан Гамлиэль и одной Раби Лазар Бен Азария. А теперь наша Гемара, поскольку пришло время вернуться к основной теме, возвращается к этой теме. А какая у нас тема? Первая Мишна. Когда произносится Шахрит? Шахрит произносится до конца четвертого часа. Когда произносится Мусов? Мусов произносится весь день, светлая часть дня. Так сказали мудрецы, так сказано в нашей Мишне. Раби Иуда, у него есть отдельное мнение. Он сказал, что только до окончания седьмого часа. А есть, это Мусов, Минха, которая начинается в шесть с половиной часов. Шесть часов – это полдень. Поскольку мы все делим от начала светлой части дня, сам день, светлой части суток, до завершения на двенадцать часов. Шесть – это полдень. Так вот, шесть с половиной часов в это время начинают произносить Минху, а Мусов в семь часов завершает по Раби Иуде. А Минху завершают по, как и Мусов, мудрецы сказали, весь день, светлый день. И Минху тоже. На что Раби Иуда сказал, что и Минху завершают тоже раньше, до завершения дня, а именно до середины Минхи. Есть такое понятие – середина Минхи. А именно, мудрецы сказали, что последние два с половиной часа – это Минха, Малая Минха, Минха Ктана, делим ее пополам. И вот Раби Иуда сказал, что, по вашему мнению, до завершения первой этой половины, это час с четвертью до завершения светлой части суток. Говоря по-нашему, это будет 10 часов и 3 четверти, или без четверти – 11, вот если говорить по-московски. А тогда дальше будет уже завершение этого дня, и тогда уже читается, произносится Марьев, или, как мы говорим здесь у нас в Талмуде, используется это слово – Аравит. Так вот, возвращается наша гемара к обсуждению нашей мишны, а именно, время Мусфа. Мудрецы сказали, что весь день. Раби Иуда говорит, что до 7 часов. Вот и начинаем читать. В шель мусофинна. Шель мусофинна в нашем числе, потому что здесь написано, просто так принято. Время мусофов, которое произносится, как мы знаем, только по праздникам, холямуэд и новомесяче. Два месяча, рошходыш называется. В шель мусофинн – шель – это принадлежность, да? Что-то, имеющее отношение к мусофинн. Ставится, в этфила шель мусофинн, шель мусоф, она коль айомн, как сказали мудрецы, до завершения дня. Раби Иуда, мы помним, здесь нет продолжения. Когда приводится цитат из Мишны, нужно иметь в виду, что мы знаем, что там есть продолжение. В данном случае продолжение важное, актуальное. Это Раби Иуда говорит до 7 часов. Мы говорим о часах нашего разбиения. Так сказать, временные часы, связанные со временем. Летом они длиннее, зимой они короче, от начала дня до завершения дня – это телемен 12. Раби Иуда говорит до 7 часов. Вот начинаем читать. Уже начали, в шель мусофинн, коль айомн. Амар Раби Йоханан. Сейчас приводятся слова Раби Йоханана. Они обычно приводятся. Он раньше очень жил, и персонаж нашей истории, очень важный мудрец, раньше, чем прошли все те обсуждения, которые проводятся у нас в Гемаре. То есть, его мнение, оно приводится как мнение. Как правило, закон это и есть. Амар Раби Йоханан. Если человек опаздывает, он не сказал, в какой ситуации сейчас будет рассказывать, что с человеком, который читает мусоф. Мы знаем это, наш коммитатор написал, Раши, который переведен на каждой странице, пишет, что Раби Йоханан говорит о человеке, который запаздывает с молитвой мусоф. Например, он после 7 часов начал произносить. Амар Раби Йоханан. Ваникра Пуше. Вот это слово Ваникра. Некра называется, называется. Это слово такое, называется Пуше. Преступником в данном случае, ну, нарушителем. Вообще слово сильное. Пуше – это преступник. Он называется и называется Пуше. Вот это вот И говорит о том, что есть какой-то текст до этого. Какой был текст? Если человек начинает молиться мусоф после 7 часов, он помолился, он помолился. Ваникра Пуше. Так сказал Раби Йоханан. Хотя мудрецы постановили, это важное замечание, Рамбама. Это у Рамбама написано. Что время мусофа до окончания дня, то почему Раби Йоханан назвал этого человека, или сказал, что так называют мудрецы, этого человека, преступником, потому что от 7 часов до 12 есть еще целых 4 часа. Мусоф, мы привыкли с вами молимся сразу после шахарда. Шахарда в первую половину дня, даже в первую треть дня произносится сразу после идет мусоф. А мудрецы сказали, что целый день можно молиться. Почему он Пуше? Рамбам написал, все же, мудрецы говорят, до 12, до 12 – это завершение дня. Раби Йуда сказал до окончания, до 7, до окончания 7 часа. И мудрецы согласны. Все же ее надо завершить до окончания, до 7 часов. Это называется Пуше. А по Раби Йуде это вообще не Пуше, это вообще нарушение. Какое нарушение? Этот человек вообще ничего не получит. Такой награды. Мы говорили об этом. Он получит награду, называется, Рахамим. Называется награду за то, что он читает, произносит, не читает, произносит саму молитву. Но весомую часть этой награды он не получит. Какую весомую часть? За то, что он читает ее, произносит ее вовремя. Вот это он не получит. Так вот, по Раби Йуде он вообще выскочил за время. А, мудрецы говорят, не крапоши. Преступни, но молитва его засчитывается. И вот теперь Гемара переходит к обсуждению такой ситуации, когда человеку нужно молиться и Мусов, и Минху. У нас было уже это на уроке. По-моему, это на уроке, урок шестой. Урок шестой здесь написано у меня. В начале 27-го листа. Эту барайту мы уже проходили, говорили. Сейчас поэтому мы ее спокойно прочитаем, и все встанет на свои места. Человеку нужно молиться и Мусов и Минху. И это как-то каким-то образом связано со словами Раби Йудханана, который сказал, что если он читает и произносит после 7 часов, то он же преступник, потому что он уже преступник. Танурабананна. Аю лифанавы, штаи тфилот. Аю были, лифанав перед ним, штаи две тфилот молитвы. А именно какие молитвы? Ахаат шель Минха, в Ахаат шель Мусов. Одна Мусов, а вторая Минха, а вторая Мусов. Что теперь нужно ему сделать? Тут не написано ситуации, не написано в Гемаре, а что его заставляет задать такой вопрос, что делать? Ну, произнесет, что и произнесет. Мы сейчас говорим ведь о том, что он должен произнести Мусов и Минху, они накладываются, их время накладывается друг на друга. Запоздал с Мусовом до 7 часов, он может поговорить по Раби Иуде. Параби Иуде как минимум до 7 часов, а время Минхи уже началось. Вот мудрецы пришли и сказали, у него сейчас две молитвы на нем. Минха и Мусов. Что ему говорить? На самом деле, окажется, сейчас дело немножко посложнее. У него ситуация непростая. Что-то сейчас убегает, ему нужно срочно как-то определиться, с чем-то молиться. Сейчас мы поговорим на эту тему. Но пока такая ситуация очень простая, мудрецы сказали. У него есть Мусов, есть у него Минха, что ему нужно принести раньше. То поступает таким образом. Митпалель молится, или произносит молитву, да, шель Минха, Минху, в Ахарках, а после этого Митпалель шель Мусов, произносит Мусов, молитву Мусов, шель – это молитва. Тфилат, тфила шель Мусов, тфила шель Минха. По мудрецам, если он сейчас находится в этом времени, когда есть Мусов и Минха, то он сначала произносит Минху, пришло время Минхи, Минху, Мусов мог пораньше произнести, а потом произносит Мусов. И объясняет, почему. Ведь нужно же объяснить, не бывает такого, что сказали и сказали. Такого нет. Помню свое время, когда мы только начинали учиться, каждый раз задаешь вопрос, я помню, это такой момент, такой момент, не момент, а такой ткуфа, такой период жизни, когда о любой вещи спрашиваешь, а это почему, а это почему. И однажды кто-то сказал, ну, потому что просто так принято. Это хороший ответ. А некоторые говорят, ну, не все же нужно, не всегда же нужно задать вопросы, почему. Так вот, Талмуд устроен таким образом, что нужно задать вопросы по любому поводу. Я только серьезно, я на тему, конечно. И вот Талмуду будет ответ. Почему они так сказали? И они объясняют. Ше-зо-тадира, вэ-зо-эйна-тадира. Потому что ше-ше, потому что зо-эта-тадира, регулярное, ежедневное, постоянное, регулярное мне нравится слово. Вэ-зо-эта-эйна-тадира, а это нерегулярное. Первое ежедневное – это минха, нет дня, когда не произносится минха. А второе – нерегулярное, потому что мусор произносится, как мы говорили, по субботам, рожходыш, новый месяц и праздники. И есть такое правило, если оно не переведено, но оно существует. И если перед человеком стоят две заповеди, одна заповедь регулярно, она все время идет. Вот как жертвоприношение в храме, тамиды, она потому и называется, это заповедь, тамиды. Сейчас это слово употребляется как слово «всегда», постоянно. И еще пришла другая, не заповедь, а человеку нужно принести, или всей общине, или всему еврейскому народу принести еще другой корбан. То сначала приносит тамиды. Почему? Может, он ежедневный. А все остальное – после него. И если мы уж не успеваем, просто нет у нас физических возможностей сделать. Время кончилось. Хотя кто виноват, что мы так затянули? Какие-то проблемы. Но мы можем сделать только один корбан, будет тамид. Как правило, то же самое и здесь. Минха и мусор. Есть правило, две заповеди, регулярная и нерегулярная. Сначала выполняется регулярная заповедь. Это изучается в трактате «Звахим». Я написал 89-й лист, 91-й лист, первая страница. Почему? Откуда история эта выводится? Если что-то регулярное или нерегулярное, сначала регулярное. Запомнили, да? Тадир. Надир редкий. Такое выражение. Нет, да, тадир, вело тадир, тадир кодем. Регулярный и нерегулярный, регулярный раньше. Такое правило. Вот сейчас есть такой момент очень интересный, мне кажется, очень интересный. Раньше, может быть, мы для начинающих совсем уж пропустили бы его. А сейчас, мне кажется, его нужно отметить. Смотрите, что здесь написано. Учили буддельцы в барайте, что если у человека две молитвы, одна минха, муссов, а вторая минха, то он должен произносить сначала минху, а потом муссов. Почему? Потому что минха регулярная. Она постоянная, произноси её сейчас. А вторая, муссов, нерегулярная. Раша на это написал очень интересную фразу. Он так написал. Сначала надо произносить минху. Он объясняет. Вот то, что сейчас мы сказали, это мудрецы сказали. Танакама. Раби Иуда у нас второй. У него своё мнение. У него своё мнение и про муссов, которые произносят до семи. А у мудрецов всё это до завершения светлого, до завершения дня. Вот это вот мудрецы сказали. Сейчас Раша объясняет мудрецов. Он так это объясняет. Сначала произносит минху. Потому что пришло её время. Раньше не было его времени. И ты произносил муссов. А теперь минху. Иначе будешь назван преступником по поводу минхи. По Раби Юханану. Если ты затянешь с ней. Все, кто опаздывают, и может даже всё-таки успевают вовремя. Всё это вообще на грани по шею, как сказал Раби Юханан сейчас здесь. Но почему Раша, вот это вот интересный вопрос. Не привёл объяснение Барайта. В Барате же сказано. Сначала произносит минху, а потом муссов. Потому что это регулярно, а это нерегулярно. У нас же так в Гемаре написано, да, Барайта говорит. А Раша что пишет? Да потому что пришло её время, и сейчас он будет по шею, и затянет с ней. Почему он не берёт объяснение Гемары? Это так странно, что многие начинают это объяснять. Дело в том, что есть два критерия. Первый критерий – регулярный и нерегулярный. А второй критерий очень простой. Уходит молитва или не уходит? Вот сейчас Раби Юхуда придёт, скажет, Верет называется. Муссов, ты уже уходит, нужно его быстрее произносить, читать. А минха ещё есть у нас время, поэтому говори то, что уходит. Есть два критерия. Уходит, не уходит, регулярный и нерегулярный. И для мудрецов проблемы уходит, не уходит, нет. Почему? Да потому что минха, можете произносить её до конца дня. А муссов сейчас уйдёт? Не, и муссов не уйдёт. Вот самое интересное. Для мудрецов всё целый день будет. У них нет вообще такого критерия. И тем не менее, у них нет такого момента. А у Раби Юды есть одна молитва регулярная, а вторая нерегулярная. Да? Минха и муссов для всех есть проблема эта. А вторая проблема, что уходит, а это не уходит. И оказывается, Параби Юди, и с этим все согласны, что этот критерий уходит, не уходит, сильнее, чем регулярный и нерегулярный. И поэтому сейчас он скажет, пускай произносит муссов. Отсюда мы видим, что здесь нет столкновения двух критериев для мудрецов. Почему же тогда Раши всё-таки написал, что сейчас он рискует быть названным по шее? А вот почему. Цель предпочтения Минки, а мудрецы сказали, пускай Минху читает, чтобы не назвали преступником, если будут говорить её в последний момент. Правда, тогда возникает моментальный вопрос. А почему назван преступником, если Минху произносят до конца первой половины Минки? Не просто до конца. Тоже когда-то будет уходить это время? Ответ есть очень простой. Раши полагает, что здесь вообще идёт разговор, знаете, о каком случае? Когда человек может сказать только одну молитву, или Минху, или муссов. Он не просто стоит, что раньше, перед необходимостью ответить на вопрос, что раньше ему произносить. У него вообще есть такая возможность. Она одна. И поэтому он и говорит Раши. Ой, да он сейчас будет по шее, если не произнесёт Минху. И поэтому пускай говорит Минху. Есть возможность произнести только одну молитву. Он выбирает что? Выбирает Минху. Так Параши постановили мудрецы. Ну, постановили они очень хорошо, так сказал Танакама. А мы с вами продолжаем читать. Раби Иуда умер, Раби Иуда со своей стороны говорит следующее. Он спорит с мудрецами, или с Танакамой. Митполадишель муссов, в Ахарках Митполадишель Минха. Сначала муссов, а потом Минху. Почему? Шизо Митсва Оверет, потому что эта заповедь уходит, проходит. Муссов, да, в данном случае. Он только до 7 часов. Везо Митсва Шина Оверет. Это Митсва, которая не проходит. И вы её можете произносить до половины Минхи, по Раби Иуде. Мудрецы сказали, хорошо, до половины Минхи, но может и дальше. А Раби Иуда, да и дальше уже не имеет смысла. Дальше уже, ну, просто молится сам по себе. Митсвит у неё нет. У нас здесь по мудрецам тоже об этом поговорим. Так сказано было про мнение Раби Иуды. И теперь осталось сказать, это очень интересное выражение. Дело в том, что есть ещё мнение Тософот. Тософот, они так сказали. Вообще-то здесь идёт разговор в нашей, в этой части нашей Мишны, на тему Муссова. Идёт речь о случае, когда человеку надо молиться сейчас, прямо вот сейчас. Не в будущем, а прямо сейчас. И что? Сейчас. Потому что он идёт, например, ну, какое-то собрание. Знаете, как Тософот написали? На Севудат Митсва. На Хупу, на свадьбу. А там на свадьбе он… Это очень интересно. Мы сейчас, на какая проблема была? Пускай хоть произносит Муссов, потому что Минхи, он ещё успеет произнести. По Раби Иуде, да? Тософот пришли, говорит, да ничего он не успеет. Он идёт на свадьбу. А там на свадьбе есть вино. И он там немного его выпьёт. И Минху же нельзя будет произносить. И поэтому сейчас очень важный вопрос. Что ему делать? Так написали Тософот Рин. И поэтому приходит ответ, очень простой ответ. Пусть сначала произносят, что? Муссов по Раби Иуде. Это на слова Раби Иуды не сказали. А вот другие учителя, в частности, Шульфхан Арух, Тософот не согласны. И которые так сказали. По Раби Иуде, если пришло время Муссов и Минхи, то во всех случаях идёт он на свадьбу. Не идёт он на свадьбу. Всегда читается, произносит сначала Муссов. Тософот сказал, что только когда с Минхой у него будет сложность, да? Поэтому нужно поостережься. Так или иначе, нам теперь нужно узнать, какая теперь у нас Аллаха, закон. Как мудрецы или Раби Иуда. Амар Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан, Аллаха, закон. На своём уроке я спрашиваю, кто так сказал? Мудрецы, Рабанан. Сначала произносит Минху, а потом произносит Муссов. Идёт по мнению Рабанан. Вот и всё. Это, в принципе, финал этой части, суги называется, да? Нашего обсуждения. Остаётся только несколько моментов таких мелких, исторических. В частности, сейчас будет рассказан эпизод на эту тему, с Муссовом. Мы начинаем читать. Раби Зейра кигава халиш мигирсей. Раби Зейра кигава халиш. Если смотреть за словами, то это будет так. Раби Зейра, когда он был слабым мигирсой от своей учёбы, ну, в принципе, уставал от своей учёбы, так можем сказать. Слабел от своей учёбы. Гава Азель Виятев Аптаха, Аптаха, Аптиха, он уходил, когда он, Апитха, так должно быть. Это мне неправильно здесь. Апитха. Апитха – это арамейская петах. Еврейская петах – это вход, дверь. Питха – это арамейская петах. Апитха – это шёл к дверям. Когда он шёл в Айятев и садился, основа Яшев, шин переходит в Тав, очень часто в арамейском языке. Он приходил и садился у входа Двей Раби Натан Бар Тови. У входа Двей Раби Натан, но у дома Раби Натана Бар Тови, это называется, у школы, там, где была Яшева. Там, где учились люди. Он приходил туда, когда он был, тоже непростая вещь, сейчас мне пришло в голову, он просто устал от своей учёбы. Я устаю от учёбы, я иду в сад и что-нибудь там делаю, иду, размышляя на эту тему. Как-то отвлечься нужно, органы размять. А он органы разминал очень просто. Он шёл, может быть, через несколько улиц, ходил и садился у входа в Яшеву, в который он не учился. Он учился в другом месте, Раби Зейра, величайший учёный, Раби Натан Бар Тови. Раби Зейра чаще приводится, намного чаще приводится, чем все остальные в Талмуде. И Амар, так он говорил. Ки халфи, когда пройдут во множественном числе Рабанан, они будут или входить в... Дом учения, или выходить. Это же Дом учения, это Яшева. Аз тогда... Экум. Акум, на югрите. Экум, на арометской форме. Встану я, мекамайгу, перед ними. Вакабель агра. И получу награну. Потому что есть такая заповедь. Заповедь. Какая заповедь? Приветствовать мудрецов. Вставанием. Надо встать перед ними. Написано в Ваекра, 12 главе, там так написано. Перед сединой вставай. Такум, да? Перед сединой. Там дальше написано. Ахдара. Быть уважительной к старикам. К закен, к старику. И вот под стариками понимаются мудрецы Торы. В комментариях на этот стих. А в Кедушин, 32 лист, 2 страница, там так написано, что идет там спор между Танакама, мудрецами, и Раби Йоси Аглили. О ком речь идет? Мудрецы-мудрецы. Только о старых мудрецах, которые с белой бородой. Понятно, что если человек с белой бородой, но не мудрец Торы, это не об этом написано здесь. Ты можешь встать и уступить ему место даже. Но это не заповедь Торы, по крайней мере, отсюда. Ну, может быть, и заповедь мусара, да? Уважительное отношение к другим людям. Но обязан встать перед человеком с сединой. Это называется закан – это борода, а закан – это старый. Если человек не мудрец Торы, то перед ним можно не вставать. Передо мной можно не вставать. А перед человеком, который Тору учил, видно сразу, то перед ним нужно встать. А там они спорили, а перед молодым, он учил Тору, он тоже все знает, как Раби Лазар Беназари. Вставать или не вставать? Вот такое было мнение. И так у нас написано – вставать, если мы знаем, что он мудрец Торы. Так, иначе он приходил и говорил – я получу за это награду. Вот это место очень странное. Что значит – получил награду? Он ушел, чтобы получить награду? Вообще-то ведь заповедь выполняется евреями не ради материальной награды. Там так сказано, на самом деле, про седину. Там сказано – перед сединой вставай, уважай старейшин и бойся своего Всевышнего. Я – Всевышний. И бойся. Это означает, что Раби Зера хотел получить не материальную награду, так написано в книге «Бне Исахар», моя любимая книга, а духовно, Ират Шамаем. Почитай мудрецов, сова перед ними и бойся Всевышнего. И мудрецы в Кедушин написали о том, что… «Бне Исахар» написал, что это и есть награда. Вторая часть – это не просто бойся Всевышнего, потому что об этом сказано в других местах Торы. Ты получишь награду, Ират Шамаем. А то, о чем только стоит мечтать? То, что нужно себя воспитывать, зарабатывать. И это отдельная тема, а здесь как данность мы это воспринимаем. Есть другое объяснение, почему он пошел получать награду. Ират Шамаем, да? Первое объяснение «Бне Исахар». Второе объяснение, ну, прям шурха на руке написано. Знаете, какая интересная вещь? Там написано так, что если человек пришел в суд и свидетельствует по какому-то делу, он не получит деньги за это. Это кажется, вроде бы, приходите в наш суд, свидетельствуйте друг о друге. Нехорошие вещи, если будут, чтобы заповедь выполнить. Заповедь большая, если что-то видел, нужно свидетельствовать за этого человека, против этого человека, неважно. Ты должен свидетельствовать в суде. Ими имени Всевышнего признаешь. И не дай Бог обмануть, почему-то это называется, лишь неправильно использовать имени Всевышнего. Это просто заповедь, одна из десяти. Нарушение запрета. Но деньги он за это не получит. Судья получит деньги. Его община содержит. А свидетель – нет. Так написано в Шурхана Рухи. Но, и там же написано, что если человек специально пошел на какое-то дело, которое там происходило, оторвался от учебы, от других там, еще от чего-то, от выполнения других заповедей, которые еще не пришли, потому что если они не пришли, он уже выполняет все, он уже не может оторваться. Он пришел сюда, чтобы увидеть это и свидетельствовать, то это вот Алиха называется, да, утверждение, тирха, пришел сюда, да и время, вот это за это ему платят. Так написано в Шурхана Рухи. Причем здесь свидетели в нашем случае. Ну, пришел у нас Раби Зера, усталый, сидит, чтобы получить награду. Они будут проходить, он поднялся и получил материальную, какую-то награду получил. По первому объяснению, Рад Шамаем, он хочет это. Кто-то может получить Рад Шамаем, кто хочет его получить. Страх Всевышнего. А здесь что? Так нет, нет награды за заповедь, которая пришла к тебе, и тебе надо ее исполнить. Но есть награда за исполнение, да, заповеди, когда человек делает усилие, чтобы ее сделать. Например, он идет к ней, она к нему не пришла. Если он пойдет к ней, там будет заповедь. Если он не пойдет к ней, нет на нем заповеди, не идти туда, не выполнять ее. Если он пошел туда и выполнил ее, туда и материальная награда тоже будет. Откуда мы это учим? Это Панэшломо. Такая книга есть, мудрая книга. Мы это учим и Шурхана Руха из случая с кем? С свидетелями Шурхана Рухи. Итак, он приходил и говорил, вот я получу награду за это. Так говорил, кто сказал? Так говорил Раби Зея. Но однажды, что с ним произошло? Что с ним случилось? То есть, с чего это все здесь переводится? Мы говорили вообще про муссов. Нафак Ата, Раби Натан Бар Тови. Однажды произошло. Нафак вышел, Ата и пришел, подошел к нему, к Раби Зея. Кто? Раби Натан Бар Тови. Или Натан? Раби Натан Бар Тови. А Марлей ему Раби Зея говорит. Тут не написано, что Амар Лай Раби Зея. Но из того диалога, из той части диалога, которую сейчас мы увидим, будет видно, что это сказал ему Амар Раби Зея. Он спросил его. Ман Амар Аллаха Би Медраша. Он спросил его. Следующую фразу он ему задал. «Кто сказал?» «Ман кто?» Амар сказал «Аллаха закон» в Доме Учения. Вы знаете, вот так написано. А в комментариях, и в частности Раше, дописано, его вопрос дописан. А именно, он не просто спросил, какова Аллаха. Он спросил о конкретной Аллахе. Больше того, он спросил о Аллахе про Мусов и Мингу, которые у нас пришли одновременно. И он спросил, кто сказал, что закон идёт, как Раби Гуда в Доме Учения. Очень интересное выражение. Откуда у нас что вообще там говорилось? И почему он так сказал это? И вот это Раше написал. Раше написал, что вопрос идёт именно такой. Мы-то читаем. «Кто сказал закон в Доме Учения?» А Раше написал, «Кто сказал, что закон в Доме Учения идёт по Раби Иуде?» Почему он не проще объяснил? Мог ведь проще написать Раше. Раби Зера спросил у Раби Натана, кто тот учитель, который установил закон, не как Раби Иуда? Просто сейчас будет ответ такой. Закон не как Раби Иуда. Ответ вот на этот вопрос, почему Раше так не написал, такой. Если бы вопрос был именно таким, кто тот учитель, который сказал, что закон не по Раби Иуде, то Раби Натан ответил бы Раби Юнатан. Звали его Натан, он сейчас придётся сказать, что Раби Юнатан. Но он не так сейчас скажет. Он так скажет. Раби Юнатан был тем, кто сказал, что закон не по Раби Иуде. Видите, он развернул всё это. Значит, Раби Зера был уверен, что закон идёт по Раби Иуде. Поэтому он пришёл и сказал, «А, вы сегодня обсуждали? А, у нас там в плане стоит именно это обсуждение, и нужно сказать, какой будет закон. Так кто сказал, что по Раби Иуде? Я стопроцентно уверен, что по Раби Иуде должен быть закон». Амар Ле сказал ему Раби Натан Баар Тове, что закон не был принят по мнению Раби Иуды. А именно он так сказал, такую фразу. Гахи Амар Раби Йоханан. Так сказал Раби Йоханан. Знаете, возможно, что именно Раби Йоханан давал сейчас урок, а возможно, что есть просто от его имени приводили этот закон. Ну, так он сказал. Гахи, так, Амар Раби Йоханан. Эйн Галаха Кэ Раби Йуда. Очень интересно, да? Обычно так скажут. Лаха Кэ Рабанан. Закон по мнению мудрецов. Он сказал, нет, закон не как Раби Йуда, де Амар, который сказал, Метполэль Адам Шэль Мусав, Паха Кэ Метполэль Шэль Минха. Сначала человек молится, произносит Мусов, а потом Минха. Так вот, это не такой закон. А какой закон он не привел? Интересно, настолько были люди уверены, что закон идет по Раби Йуде, я от себя дополняю, что они сказали, да не может быть. И тут сказали, вот, знаете, что то, что вы знаете, думать, что это закон, не такой закон. А закон остальное другое. Сначала произносит Минху, а потом Мусов. Мы сейчас говорим о том моменте, когда пришло время для двух молитв. Мы не говорим о том моменте, когда он пропустил какую-то молитву, вы помните, да? Я пропустил ее и вспомнил об этом, только когда пришло время другой молитвы. И тогда он произносит первую молитву, которую нужно произносить, а потом после нее вторую, которую пропустил. Нет, здесь не так. Время Мусов не прошло. Почему бы не произнести его первым? И такой, да вот, об этом мы и обсуждали этот вопрос. Такое положение по мудрецам. Сначала Минха, а потом Мусов. Как раньше я сказал, потому что, не дай бог, ты будешь пушая, если затянешь с Минхой, это страшно. А по рабе Иуде, вообще разговор-то идет о коротком отрезке времени, с шести с половиной до семи. И то и другое пришло. Минх уже уходит, ты можешь остаться ни с чем, приноси Мусов уже уходит, остаться можешь ни с чем, приноси Мусов. А Минху потом скажешь. Ну, пришли Раши, Раши, а потом Тософот и Скальт. Вообще речь о другом идет. Он на свадьбу бежит. Ему потом, как вы сейчас Скальт, потом Минху произнесет. Потом не будет. Поэтому сейчас нужно ему один раз сказать. Уходит, все уходит же. Или хотите, скажите, несколько минут осталось до семи часов, он уже не произнесет. А ему нужно минут двадцать молиться. Так или иначе, он сказал, так вот, знай, что Раби Юханан сказал. Закон у нас не как Раби Иуда, который сказал сначала Мусов Томинхам. Но разговор продолжается. Амарли, сказал ему Раби Зера. Он продолжает. Раби Юханан Амра. Он настолько был поражен этим. Раби Юханан сказал так, эту вещь сказал. Амарли и Раби Натан Байартови сказал Ин. Да, отрезан, печать. Как на Йом-Кипур. Печать. Ин. Некоторые произносят Эйн. Здесь Эйн, здесь Ин. Так что, у нас говорили Ин. У вас Ин? Да. А пишется прям как Нет. Арамейское Да пишется как Еврейское Нет. Да, так встал Раби Юханан. И что? На этом вся история еще не кончается. И так написано. Тана Миной Арбейн Зимнин. Не Арбейн, а Арбейн. О, интересно. И учил у него, у кого, у Раби Натана Бартови, вот эту фразу, этот закон, что если пришло время Минхи и Мусфа, то он, как сказали мудрецы, сначала должен произнести Минху, а потом Мусф. По крайней мере, сказано о том, что сначала, а потом успеет, не успеет. И он ее учил сорок раз. Арбейн, да, Зимнин, Зимнин, времена, сорок раз подряд. Как только он услышал это, начал это учить сорок раз. Сорок раз повторял. Это странная вещь, конечно. Вот заодно в комментарии было написано Танит, в восьмом листе, так написано. Вообще-то вещь такая была обычная. Рэш-Лакиш, Мишну, Сидер-Мишна написано там. Мишну однажды учил сорок раз. А даже, может, все время так учил. И объяснено в Танит, что это такое. Почему сорок раз? Там так сказано. По числу дней, за которые евреи получили Тору на Синае, на горе Синае, получал Моше сорок дней. Вот сорок дней он получал Тору и считает, что там все и повторял. Поэтому Мишну, Рэш-Лакиш учил сорок раз. А вот его коллега, Раф-Ада-Бар-Гава, Аава, так его звали. Аава, это вообще-то любовь. Так звали его отца Аава. Раф-Ада-Бар-Гава по 24 раза повторял каждый раз урок. 24 раза, пока это не осядет в глаза. Я просто видел, как это делается. Человек просто дал бы на себя. Сначала все изучал, а потом помечал это в голову. И теперь он, а потом еще повторял много раз в другое время. Теперь он просто мог это произнести на память. Вот как я на память свои переводы помню, которые 20 раз не повторял 24 раза. Так вообще надо учить Тору, чтобы все слова были просто как камень к камню вкладки. Каменной кладки беньяна, здания. А почему Раф-Ада-Бар-Аава учил 24 раза? По числу книг в Танахе. В то время еще, кстати, решался вопрос, сколько книг в Танахе. Он в Гемаре у нас. Так вот, в Танахе это Тора, Навим и Ктувим. Все вместе будет 24 книги. Так он и учил. Ром 24 раза. Так что неудивительно, что почему Раби Зеер повторял это 40 раз. Ну, 40 раз он повторяет. А тут стоит рядом Раби Натан Бартови. Я не знаю, считает он или не считает. И он у нас задает вопрос на эту тему. А Марли сказал ему, чем таким особенным тебе понравился этот закон, что ты его 40 раз произносишь? За что ты его так полюбил? Он спросил. Так он спросил. Хада ги лах. О, хадат ги лах. Вся разница только хэй и хэт. Слушайте, тав. Хада один, она тебе. О, хадат, или новый, она тебе. Я просто перевел без рода. Из-за чего ты 40 раз это говоришь? Или из-за того, хада это один. Из-за того, что это единственное правило, которое тебе известно от имени Раби Йоханана, величайшего ученого. Все остальные от других учителей. Поэтому ты 40 раз его говоришь. Или хадат. Или потому что оно для тебя новое. Это раньше правило ты знал. Но думал, что оно принадлежит, пришло к нам от другого учителя, Таны. А сейчас ты узнал, что это Раби Йоханан. И теперь ты учишь ее, как от Раби Йоханана. Знаете ли, это же непростая вещь. Они не просто учились, они еще учили, от кого они это получили. Это было весомой и очень важной частью самого знания, от кого это они получили. Так что это хада или хадат? Единственное правило, которое дошло до тебя от Раби Йоханана, и поэтому ты 40 раз его говоришь. Или хадат, или это новая новость, седушь. И Амарлы, сказал ему Раби Зейра, хадат или хадат новое для меня. А именно, раньше я думал, что это правило, которое известно всем, говорили другие мудрецы. То есть прямо тут же моментально он говорит, о ком он так думал. «Мишум димсапкли дараби Ашо бен Леви». «Мишум дэ», «Мишум див» в данном случае, «Потому что казалось мне, мэсапка, димсапка, мэсапка», от слов «софэк». Я думал, что это от Раби Йоханана, бен Леви. Поэтому я сейчас удивлен, воодушевлен, и поэтому я 40 раз об этом, этот закон учу по-новому, с новым именем. Раби Йоханан Амар. Ну, как только Гемар написал, Раби Йоханан Ашо бен Леви, написал, она тут же посмотрела вокруг себя, так делает сама, Талмуд так устроен. О, а что еще Раби Йоханан Ашо бен Леви сказал? Ну, не зря же мы его имя назвали. Но он сказал, он много чего. А что на тему Мусофа? И вот нашли. И тоже Талмуд это приводит Гемара. Смотрите, моментально. Амар Раби Йоханан Ашо бен Леви. Сказал Раби Йоханан Ашо бен Леви. По Раби Йоханану вообще нечего там произносить. Это все, уже прошло время. А по-мудрецам можешь произносить? Нормально. Так вот, По Раби Йоханан Алаф Гакатов Амар. По Раби Йоханан Алаф Аням Гакатов. Стих Амар. Говорит стих в Танахе. Сейчас страшный стих будет. И именно о нем это говорится. Так сказал Раби Ашо бен Леви. Не все с этим согласились. Сначала посмотрим, что за стих. Это из пророка Цифания. В пророках в конце есть малые пророки. Посмотрите там в конце. Третья глава. Весемнадцатый стих. Это очень непростой стих. Я вот читаю. Нугай мимоэд. Асавти мимохгаю. Нугай грустящие. Тем, кому грустно, печально. Мимоэд. Моэд вообще праздник. Срок. Установленный. Грустящих по поводу срока и по поводу праздников собрал я. Так говорит Всевышний. Как говорит. Вот многие были нарушители. Я с ними разберусь. С нарушителями. Вот в частности собрал я, чтобы наказать людей, которые грустят по поводу праздников. Асавти. Мимоэх аю. Они от тебя, из твоей среды были. Евреи. Это были евреи. Дальше написано. И на них позор Иерусалима. Все праздники проводили в Иерусалиме. И поэтому вот с Муадим грустящие. Это называется наказанный по поводу срока. Срока, да? Срока – это праздник. Моэд. Потому что опоздали с молитвой. Так пришел, сказал Раби Ашуа бен Леви. Кто опаздывает с молитвой, молитва прошла, из-за того приходит вот эта грусть. Ногай. Беда приходит. И он еще и объяснил. Это не просто беда, это шевер. Это поражение. Страшные вещи. Откуда мы знаем, Машма, откуда мы слышим, что это ногай, люди, которые грустят, это лишна, это означает тавра, беда, давайте так скажем, шевер, беда, поражение, сокрушение. Откуда мы знаем, что именно так надо трактовать этот стих? И отвечает, откуда мы знаем. С другого стиха совершенно четко это написано. Кадемитар Гэмме, Раф Йосеф. Этот стих переводил Раф Йосеф на армейский язык. А армейский язык – это язык, на котором мы все разговаривали. Самое интересное, что если, могу подумать, есть перевод на армейский язык, его сделал Янатан бен Узиэль, и в нескольких местах написано, что Раф Йосеф, ученик великого Шмуэля Рава, он просто был специалистом в этом переводе, все знал о нем, что имеется в виду. И просто весь перевод устно знал. А в данном случае этот стих не переведен на армейский у Янатана бен Узиэль так, как сейчас он скажет. Многие говорят, да это его собственный перевод, Метар Гэмм. Он сам сказал. Раф Йосеф, он так сказал. Тавра Атэй Аль Санэй Гонна – беда придет на ненавистников Санэ, Саним, на тех, кто ненавинят. Дэвэйт Исроэль – еврейский дом Израиля. Беда придет на ненавистников дома Израиля. Аль Дэ Ахру Зимны Муадайя. Аль, почему? Потому что Дэ Ахру, потому что они упустили, пропустили зимное время Муадая сроков праздников Дэ Бирошалайм в Иерусалим. Дэ Бирошалим, должно быть. Ну, написано Ви Рошалайм. Так он это объяснил. Так он его перевел. Беда придет на ненавистников дома Израиля. Но в данном случае понимается именно дом Израиля сам, никакие ненавистники. За то, что пропустили сроки праздников в Иерусалиме. А раз так, и написано, беда. А вот они и грустят по этому. Раз грустят, вот пришел Раби Ашуа бен Леви и сказал. Это по Раби Иуде сказано о Мусофе. Почему? Упустили. И поэтому они по Шеву там говорили, да? А если написано, Шевр придет. Сначала мы должны решить вопрос, что такое дом Израиля и ненавистники дома Израиля. Дело в том, что когда говорится об Израиле в наших книгах, в Танахе, в Медрашах, везде, о еврейском народе, причем говорится в контексте беды, вот что будет им, евреям, то Израиль обычно заменяется на такую фразу, «Суней бет Исройль» – ненавистники Израиля. Это очень странно. Почему? Чтобы не сделать плохой Симанн. Вы написали про беду на евреев. Теперь она будет все время, если это будет останется написанным. А кто ненавидит, ему полагается такая вещь. Пускай ненавидят. Такая замена. Совершенно точно. Если речь идет о награде, о каком-нибудь приятных вещах, о хорошем пророчестве для еврейского народа, там о ней будет написано «Бет Исройль». А если о неприятных вещах, то, скорее всего, будет написано «Ненавистники». Откуда это взято? В Талмуде, трактат Сука, там так написано. Вы сейчас со мной? «Солнечное затмение» – это плохой знак для идолопоклонников. Вот пускай страдают, мучаются. Я сейчас не занимаюсь физикой, специалистом физики. Сейчас это не интересует. Мне интересует трактовка нашей Торы, того, что мы сейчас с вами изучаем. Так вот, солнечное затмение – это плохой знак Симанн-Ра для идолопоклонников. А вот лунные затмения, там так сказано, плохой знак для ненавистников Израиля. Есть идолопоклонники, они могут быть навистниками, ненавистниками. А среди них есть ненавистники. Кстати, между прочим, и не в этом множество. И среди Израиля, и не идолопоклонников тоже есть навистники. Но, по крайней мере, так сказано. А лунные затмения, как только вы увидите, луна закрывается тенью Земли, это плохой знак, что-то может произойти для ненавистников Израиля. И тут же объясняется, в 29 листе объясняется, почему так. Да потому что идолопоклонники ведут календарю по Солнцу, и поэтому, когда у них есть такой пгам, поражение локое. Поражение идет и к Солнцу. Значит, что-то с вами сейчас происходит. По крайней мере, суд над вами может вестись особый. Это плохой знак. Соберитесь, делайте, справляйтесь, прекратите идолопоклонство. А евреи написано по Луне. Вы слышите? Если затмение Солнца – плохой знак для идолопоклонников, а затмение Луны – для ненавистников Израиля. Почему? Да потому что евреи ведут по Луне. А, так слово «ненавистники Израиля» – это просто замена для евреев. Отсюда мы это выучили, и теперь все так поступают. Каждый раз, когда нужно написать, или понять, по крайней мере, написанное, потому что там что-то будет плохое еврейскому народу, там будет написано «ненавистники евреев», а не написано «сами евреи». Так или иначе, беда придет на ненавистников Израиля за то, что пропустили праздники, сроки праздников Моады. Написано «зимный» – Моадия. Моадия, Моадая даже, с таким ударением нужно сказать. У нас вот другие ударения, по правилам, как мы с вами, как с Фарадимом читаем, это должно быть Моадая. За то, что они пропустили праздники в Иерусалиме. Так сказано про те, кто не отмечал праздники в Иерусалиме. Они будут наказаны бедой, шевер. И подобно этому объяснению, раби Ашо бен Леви сказал, что есть стиха в пророках, вот из этого стиха, какого, с цифани. И видно, что придет беда также и за пропущенную молитву муссов. Правда, есть такие люди, которые говорят, что вообще речь идет не о пропущенных молитвах, а вообще о тех людях, которые вообще пропустили праздники. Не то, что молитвы, праздники. Это тоже нормальное мнение, по-моему, и то, и другое верно. И почему это все сейчас связано с Иерусалимом? Потому что праздники, праздники приходили в Иерусалим. А почему сказано с муссовом? Вот я спрашиваю раби Ашо бен Леви, а почему муссов? Это может быть с любой молитвой? А он говорит, да нет, Иерусалим славился муссовом. Муссов приносили по праздникам именно в Иерусалиме. Это было особое жертвоприношение. И в силу этого все это сказано про муссов. И еще у нас осталось немножко на следующий урок, чтобы не все сразу нужно было бы рассказывать здесь. Вот сегодня мы закончили маленький отрывок. Я надеюсь, вы его повторите, потому что без повторения ничего не получается. Некоторые люди, как мы знаем, самые величайшие ученые, они все понимали с самого начала, запоминали с самого начала. И тем не менее 40 раз повторяли этот закон. Но нам будет достаточно один или два раза. Но повторить нужно, обязательно нужно. Без этого мы не можем двигаться дальше. Большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.